Меня зовут Никита, мне 15 лет. Я окончил курсы в МСтарт около года назад. И сейчас работаю на фрилансе, в принципе. Так, как и почему ты решился начать обучаться в программиру? Я, кстати, не помню начало свое, но мне просто понравилось. Я просто заинтересовался темой компьютеров и решил прийти сюда, попробовать себя в этом деле. У меня все получилось, в принципе, я прошел обучение, тут преподаватели очень хорошие. Собственно, поэтому я продвигаюсь по этому пути. Сначала я решил обучаться самостоятельно, но после месяца я решил перейти в учебный центр, потому что это было очень трудно. Самостоятельно обучаться по видео из YouTube – это не совсем то, что предлагает учебный центр. Все-таки здесь надежнее. Чем занимался после окончания обучения учебного центра? Сначала я вообще попробовал себя на фриланс-биржах, таких как WebLancer. В первом месте я очень долго искал заказ, не мог найти свой первый заказ, но после того, как я его нашел, череда заказов прям вот посыпалась. И сейчас до сих пор выполняем их. Получается, сколько в среднем ты зарабатываешь на фрилансе? Допустим, брать весь месяц. Если брать мой первый месяц, то я заработал около 350-400 баксов. Это, ну, минимум, я работал по 5 часов в день и с двумя выходными даже у меня выходило. Поэтому, в принципе, это, мне кажется, нормальный результат. Так, а сколько часов в день ты сейчас работаешь? Сейчас практически ничего не изменилось, потому что у меня осталась школа дополнительная. Ну, на коньяк-то я планирую работать примерно по 7 часов. А сколько планируешь заработать? Ну, я хочу очень сильно довести свой заработок до 1000 долларов. Вот, поэтому я перехожу на более масштабные фриланс-биржи, такие как Upwork и Fever. Но пока я там новичок и практически у меня заказов там нет. Расскажи про самый крупный заказ в плане кэша. Ну, есть заказчики, которые практически сразу сливаются после того, как ты с ними только наложишь контакт, начинаешь работу. Если говорить о плане заказа, который я уже выполнил, мой максимальный заказ был на 200 долларов. А если говорить про мой заказ, который я мог бы выполнить, но есть мне заказчик, то это около 600 долларов. И выполнял бы я его месяц. Сколько времени ты выполнял заказ, который был на 200 долларов? Примерно неделю-полторы максимум у меня ушло. Это, получается, был обменник. Это был обменник валюты. Ушло примерно полторы, может быть, две недели, я уж точно не помню. Что бы еще ты добавил для тех людей, которые, допустим, не хотят заниматься, не могут заниматься? Или же, допустим, те, кто сомневается заниматься программированием? Или те, кто думают, что программирование не его, боятся начинать? Ну, бояться начинать вообще так глупо, потому что начинать надо с самых азов. И начинать надо так, чтобы вам было легко и интересно. Но легко и интересно это не всегда связано, потому что легко это, как бы, ну, настолько просто, что, может быть, не так уж интересно. Но через это старт нужно пройти, потому что в дальнейшем у вас ждут интересные проекты, которые вы сами можете себе придумать и организовать. На этом тоже можно заработать. Поэтому главное интерес и опыт. Опыт надо, как бы, наращивать просто практикой. Практикуйтесь как можно дольше. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше для вас же. Я практиковался здесь каждый день в течение практически пяти часов, даже, может быть, больше, когда учился в этом центре на протяжении восьми месяцев. Это, безусловно, мне помогло очень сильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!